Еще больше покорных исполнителей. Принес! Принес! Здравствуйте, товарищи коллеги! Здравствуйте, товарищи коллеги! С горшка знакомых с армейскими порядками от боевых офицеров. Вот тоже дам рапорт на уроке. Взвод делится на три отделения. Первое, второе и третье. В России и только лишь в Белгородской области открывают полтысячи новых кадетских классов и тысячи младших армейских. Торжественно клянусь, достоинствами чести вести звание кадета, стать патриотами и надежным защитником Отечества. Кадетское образование мега популярно в России. Проект стартовал в 2014 году. Для понимания, программа «Кадетский класс» в московской школе – это 26 тысяч участников. А есть еще классы от Следственного комитета – более двух тысяч кадетов. Учащиеся заняты в школе целый день с 8 утра и до 6 вечера. Кроме школьной программы, углубленно изучают историю России, российской армии, огневую и строевую подготовки. Как правило, форма питания для них бесплатной. У детей масса мероприятий, но, как видно по сотням видеоотчетов в сети, все они крутятся вокруг одной темы – СССР и Второй мировой войны. Родители маленьких россиян системе не нарадуются. В малобюджетной школе кадет получает всю форму бесплатно. От количества мероприятий и участия во всевозможных мероприятиях мы, родители, должны планировать свои выходные. И занятия проводятся ежедневно. От дополнительных, общеобразовательных, до этики и танцев, пения, общая военная подготовка, тир, физическая подготовка и так далее. Мы довольны, что наши дети после занятий и до вечера под присмотром воспитателя. В нашем случае офицеры запасы с многолетним опытом боевых действий. Для меня они образец во всем, за что я их глубоко уважаю. Во всех отношениях на голову выше своих сверстников. Может для кого-то секрет, но образование и воспитание у кадетов действительно лучше из всего, что у нас есть. Конкурировать с ними могут единицы действительно элитных школ, чудом сохранившихся с советских времен. Да и то только в части образования, но не формирования личности. Для кого-то все перечисленные, пустые, ничего не значащие слова. И за это, к сожалению, придется расплачиваться их детям. Кстати, сын руководителя канала «Дождь» учится в кадетском корпусе. Отец хочет, чтобы он вырос человеком. Цитата. Развитие кадетского образования можно только приветствовать. В кадетские поступают, начиная с седьмого класса. Но в некоторых школах есть предкадетские. С пятого. Тему престижности кадетства российские медиа раскручивают вовсю. Пропагандисты трубят о формировании новой прослойки российского общества с жизненно необходимыми навыками и путевкой в БУЗ. В бесчисленных видео кадеты делятся своим счастьем. Например, эта девочка. Ее родители не хотели такой судьбы для дочки и выбрали физмат. Но после года уговоров таки согласились на кадетский класс. Я еще и еще раз объясняла родителям, что это осознанное решение. И те возможности, которые предоставляет кадетское образование, мне очень нужны в жизни. И вот теперь она гордится неимоверно полезным навыком для восьмиклассницы. Сейчас я научилась быстрее всех в своем классе разбирать и собирать автомат Калашникова. Помимо кадетского движения в России действует и военно-патриотическая юн-армия. Оно чуть младше и официально зарегистрировано в 2016. И лишь за первые два года работы собрало более 230 тысяч детей. Отделение юн-армии есть в Армении, Таджикистане и Абказии. И первое, что сделали оккупационные власти в Крыму, создали свое подразделение юн-армейцев. На мероприятии юн-армии российские власти спускают миллионы. Молодежь просто в России это настолько незанятая ниша, то есть у них нету там каких-то общественных организаций, нормальных общественных организаций, которые занимались бы там, не знаю, какими-то классными вещами. У них там школа, университеты по интересам. И поэтому сама Россия занимает вот эту вот нишу незанятости, такой штука как юн-армия. И это, в принципе, легко делать, потому что они готовили почву, ну, лет 20 уже. Что армия – это круто, это просто романтика. До сих пор там есть эта тема «не служил ни мужик». Все эти, по сути, военизированные формирования – это закладка в будущие специальные операции России. Ведь на счету этой страны десятки миссий. Понимают ли это родители? Да, отвечают психологи. И более того, считают самой подходящей партией не только для ребенка, а и себя. Зарплата, льготы, ипотека. Там концепция идет на уровне выживания. Нету какое-то отношение родителя к ребенку, к чему-то родному, к продолжению роду, к продолжению вообще развития. А с точки зрения, что ребенка надо устроить туда, откуда он сможет передавать деньги там или какие-то там физические вещи. Они не смотрят на то, что я делаю так, чтобы мой ребенок делал кому-то плохо. Я делаю это так, потому что ребенок будет делать мне хорошо, любым способом, меня это не интересует. Я включу новости какие-то свои, там, не знаю, Россия, наверное, или Омск-1, и мне скажут, что вот мы побеждаем, мы молодцы. Тем более российские родители не задумываются о том, что их дети вполне смертны. И скорейшую встречу с Богом для своих отпрысков собственными руками организовывают именно они. Когда сыновья их гибнут, они обвиняют Украину в этом, не нацистов, кого угодно, только не себя. Ну и, конечно же, Путин они не обвиняют, потому что его нельзя обвинять. Запрещено. Вот, и причинно-следственная связь не укладывается никак. Ну подумаешь, сын пошел на Украину убивать людей. Ну его-то зачем убивать? Он же такой хороший мой Ванечка. Вот, и, ну вот, складывается такая вот, как написала одна мама, Боже, он погиб, он обещал столько всего привезти с Украины, и не привез. Ну вот, вот такие вот ценности. Ну еще такая штука, вот, ну, именно у родителей, что, да, он получает там форму, стабильность, но главное, он получает корочку, власть. Вот то, чего вот хотелось бы. Раб России не мечтает стать свободным. Он мечтает иметь рабов. Человеку, которому чужды ценности русской души, тяжело понять логику действий россиян. Иногда в этой стране родители, пусть не радуются смерти своих детей, но с их помощью исполняют свои мечты. Пусть и таким странным способом. Вот, например, сюжет российского телевидения. Пожилая пара купила на так называемые гробовые авто белого цвета. Он очень нравился единственному погибшему в Украине сыну. Журналист так стремился добавить этому сюжету пафосного трагизма, что не заметил, как он превратился в фарс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова